Медреформу депутаты должны были рассматривать в среду, но спорный документ обошли стороной. И пока проект висит в парламенте. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали президентский проект закона, который должен реформировать сельскую медицину. Ведь треть украинцев, а это 13 миллионов человек, живут именно в селах. И многие из них не имеют возможности получить медицинскую помощь. В законопроекте предлагают открыть дополнительные амбулатории, купить автомобили для врачей и запустить телемедицину. Что это такое? Готова ли глубинка к таким новшествам? Евгения Коваленко побывала в отдаленных селах и в центре телемедицины. Телемедицина – это то, что в украинских селах может появиться уже в следующем году. Что же это за новшество? Знаете, как я просто кричу? Это же такое самое, телемедицина. Вот ваши глаза закрылись. Коли всегда по телевизору то сказали, то все бегли из лица. Это засынал, это не засынал. Вот только народное трактование неверно. Телемедицина ни к народным целителям советских времен, ни к телевизору отношения не имеет. Более того, оказывается, в Киеве уже 10 лет существует государственный центр телемедицины. Доброго здоровья, шановный пане. Здесь врачи проводят онлайн-консультации с коллегами и пациентами со всех регионов страны. Раньше это были обязательно какие-то видеоконференции, обязательно большие телевизоры. И это называлось телемедициной. Может, был час, когда это было необходимо. Но сейчас, в 21 веке, этого не нужно. А нужен только интернет и специальный сервис с почти магическим названием «Портал телемедицины». В нем зарегистрированы все государственные клиники. Именно с помощью телемедицины хотят вылечить нашу сельскую медицину. Для этого необходимо закупить компьютеры в каждую амбулаторию и провести интернет. Чтобы понять, как должна работать телемедицина на практике, мы едем в Тележинцы. Это обычное небольшое село за 200 километров от Киева. Здесь даже мобильная связь ловит не везде. Вот видите, нет покрытия. А есть ли в селе интернет или хотя бы компьютеры? Давайте проверим. Добрый день, даю ночью. Семейный врач Дмитрий работает в местной амбулатории. На него все просто молятся. Он лечит сразу три села. Бабушка, надо мягкое место. В амбулатории все очень скромно. Косметический ремонт делали несколько лет назад. Но зато необходимые лекарства и оборудование есть. Глазный тонометр. Тонометр хоть и в заразку 1890-го срока, но он довольно надейный. А этот старенький компьютер Дмитрий собрал сам за свои же деньги. Но выйти в интернет не так уж просто. Нужна изобретательность. Говорит, хороший компьютер с нормальным интернетом гораздо упростил бы его работу. Все было в электронном выгляде. Все лекаряне были бы тоже. Все звиты. Мне не доводилось бы их везти в тетей, брать и тратить свой час, гроши на бензин, приходите, ложите. А чтобы провести сеанс телемедицины, посоветоваться с коллегой из района по телефону, Дмитрию приходится чуть ли не вываливаться из окна. Каждый день молодому доктору нужно выкручиваться в сложных условиях. Вот, к примеру, эта вешалка и пластиковые бутылки здесь выполняют функцию медицинского штатива для капельниц. Этот чемодан для вызова Дмитрий тоже смастерил сам. На вызовы он ездит на собственной старенькой машине. Бензин покупает сам, и это при зарплате 2700 гривен. В свои 75 Анна Михайловна ходить на прием к врачу, а тем более ездить в районную больницу, не может. Дети купили ей мобильный телефон. О том, что в селе хотят внедрить телемедицину, она даже не слышала. Но заставлять пенсионеров пользоваться компьютером никто не будет. Для домашней телемедицины придумали вот такой специальный диагностический аппарат. Он подключается через интернет. А в эту бурштинскую больницу приезжают пациенты со всей Ивано-Франковской области. Точнее, в этот кабинет, где есть специальный сервис «Телемедицинский портал». Несколько лет назад закупили спецоборудование почти на 200 тысяч гривен. А еще видеокамеры и мониторы для онлайн-осмотров пациентов. Отсюда можно связаться с врачами из Украины или, к примеру, Германии. Только онлайн-консультация за границей платная – 300 евро. В основном, группа хворих, которых мы консультировали, – это кардиологические хвори. Для хворого это очень удобно, поскольку ему не нужно затратить деньги, чтобы ехать до Киева, консультировать, стоять в чергах. Ну, давай на вот этот пароль введи. Он же введенный пароль. Введенный? А Петр Степанович показывает, как благодаря внуку уже стал продвинутым пользователем интернета. Я с лекарью не связываюсь, я по интернету задаю питание, чем я хворый. И там можно тиждень читать и слушать, как нужно лечиться. Пенсионеры боятся, что скоро в селах вообще не будет врачей. Ведь молодежь не хочет работать в глубинке. Но, несмотря на все трудности, Дмитрий решил остаться в тележинцах. Мечтает обустроить здесь большую лабораторию и стационар. Хочет заработать, чтобы тут была конфетка. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Жанна Дучак, Алексей Шматов и Владимир Дедов. Подробности недели – телеканал «Интер».